Сегодня в Хасаюртовском аграрно-экономическом колледже состоялся республиканский конкурс творческих проектов студента СПО «Взгляд в будущее». Конкурс рассчитан на работы с талантливыми студентами в неурочное время, а также для выявления творческого потенциала и возможности его реализации. Проведение конкурса способствует развитию личности и ее социально-экономического образа мышления, нравственной и политико-правовой культуры, специализации личности. Он способствует также освоению системы теоретических и практических знаний в сфере социально-экономической деятельности людей. Направлен конкурс на подготовку студента к своей будущей профессиональной деятельности, улучшить качество общения с окружающими, воспитать в себе толерантность. Целью конкурса ставится ориентация студента на свое будущее, как сделать его реальным и успешным, показать, что для них означает успех, свое благополучие, как в современном высококонкурентном мире выбрать верный путь к достижению жизненной цели. Задачами конкурса ставится стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала студентов к своей будущей и социальной деятельности через исследовательскую и проектную деятельность, формирование активной жизненной позиции, формирование интереса к социально-экономической жизни общества, создание атмосферы, диалога и сотрудничества всех участников конкурса, представление студентам, возможность соревноваться в масштабе, выходящем за рамки образовательных учреждений региона. Для участия на конкурсе приехали Али Абдуллаев, директор педагогического колледжа города Кизляр, Людмила Григориан, методист союза директоров города Кизляр, Багаудин Арсланбеков, кандидат наук, доцент кафедры развития профессионального и дополнительного образования, Марьям Гайдарова, методист кафера естественно-научного образования, Аминат Газимагамедова, старший преподаватель кафедры естественно-научного образования, Гаджимагамед Гаджимусилов, исполняющий обязанности за кафедры развития профессионального и дополнительного образования, Шамиль Магамедов, директор ГБУ Республиканский молодежный центр «Занятый успех», Атаева Айшат Бисултанов, начальник отдела по делам молодежи. Экспертами выступят Мирзам Мусаев, кандидат наук, зам. директора ДГУ, Шахмурдин Ильдаров, кандидат физико-математических наук, доцент ДГУ, Низям Загиров, дикам факультета повышения квалификации ДГУ, Ивазипат Шаихова, главный бухгалтер филиала ДГУ город Хасавюрд. Ко всем присутствующим с приветственным словом обратился директор Хасавюрдовского аграрно-экономического колледжа Бисултанов Абдулагим Абзагирович. Никому не секрет, что социальный портрет студентов до 21 века, если взять социальный портрет студентов прошлого века, даже в конца прошлого века, он значительно изменился. Измены произошли в том, что сегодняшний студент, он гораздо больше информирован, имеет хорошую такую ориентацию, работа в интернете. Он, в принципе, на одинных уроках есть такие студенты, которые опережают изложение материала преподавателям. Значит, все это есть. Да, и я попутно хотел бы сказать свое мнение. Часто бытует такое мнение, мы слышим от тихих подавателей, что вот современные студенты, они, ну вот, что ли, на порядок. Интеллект ниже, чем у студентов вот в прошлом году, что. Абсолютно с этим не согласен. Современные студенты, они умны, они в отдельных вопросах прозорливы. Но вместе с тем, если говорить о серьезных проблемах у пустяков, то эти студенты очень смутно представляют свое будущее. Они смутно представляют свою трудовую деятельность, они смутно представляют, значит, картинки будущего, как они должны обвести с семьей, как они должны помочь родителям. Не секрет никому, большим трудом родители обучают своих детей и ждут, что после окончания получения какой-то специальности наступит какое-то облегчение. Часть заботы, вопрос материального обеспечения семьи, они возьмут на себя. Тут у нас в конкурсе в основном участвуют студенты, не забыть курсов. Ну вот, я вашу просьбу выполнил, что это прекрасное учебное заведение. Еще раз повторяю, у нас честные связи. У нас постоянно, значит, председатель аттестационной комиссии, уголтеров, представитель Аграрного университета. И у нас самое главное, что какое-то взаимное сопряжение в учебных процессах есть. Значит, учебных планов с этим университетом. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан Аграрно-экономический колледж – это одно из ведущих профильных образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа. Реализуемая в колледже программа практика ориентированного обучения на правильное выполнение требований современного производства и соответствует реалиям современной экономики. С 2006 года колледжем руководит заслуженный экономист Российской Федерации Республики Дагестан Биг Султанов Абдурагим Абдулзагирович. Кандидат сельскохозяйственных наук, кавалер Ордена Дружбы Народов и Ордена Макаренко в сфере образования и воспитания. Под его чутким руководством учебное заведение стало одним из самых успешных заведений Юга России. Колледж по итогам 2015-2016, 2016-2018 учебных годов занял первое место среди учебных заведений Республики Дагестан. В колледже функционируют 26 кабинетов, 15 лабораторий, во всех кабинетах установлены интерактивные доски, имеется доступ к сети интернет. 8 компьютерных классов, спортивные актовые залы, учебные мастерские. Библиотека насчитывает более 56 тысяч экземпляров учебные и художественные литературы. Также каждый учащийся имеет доступ к Всероссийской электронной библиотеке. Наша образовательная организация расширяет перечень специальностей и профессий. Сегодня колледж ведет подготовку по следующим специальностям. Информационные системы в программировании, квалификация программист, экономико-бухгалтерский учет, квалификация бухгалтер, специалист по налогообложению. Механизация сельского хозяйства, квалификация техник-механик, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, квалификация техник, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, квалификация техник-механик, правоохранительная деятельность, квалификация юрист, финансы, квалификация финансист, страховое дело, квалификация специалист страхового дела, банковское дело, квалификация специалист банковского дела. Одним из первых шагов совершенствования среднего специального образования было утверждение президентом Российской Федерации списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий. Одной из них является профессия программиста. Все, с чем сталкивается человек за компьютером, результат работы программистов. Слаженная работа, качество картинки, возможность сидеть в интернете – результат многих лет напряженного развития данной профессии. Наши студенты учатся создавать, внедрять, тестировать программы, работы с графическими редакторами, создавать 3D-объекты, визуализировать игры и многое другое. Я студент второго курса. Основной частью нашего обучения является практика. На практике мы создаем сайты, программы, 3D-модели или базы данных. Все это помогает различным организациям или людям. Экономика и бухгалтерский учет – самая популярная экономическая специальность. Это и неудивительно. Ни одно предприятие не функционирует без осуществления бухгалтерского учета. В ближайшее время, по прогнозам специалистов, спрос на грамотных бухгалтеров и экономистов будет расти. Эта специальность наиболее современная и практична. Сегодня нужны экономисты, которые могут адаптироваться в нестандартных ситуациях. Я студентка четвертого курса. Отделение экономикой и бухгалтерский учет. Четыре года моего обучения пошли очень незаметно. За время обучения мы участвовали в разных мероприятиях, за победы которых я благодарна преподавателям и руководству колледжа. Разрабатываемые выпускниками колледжа дипломные и курсовые проекты имеют большую актуальность и высокую практическую значимость. Постоянный поиск нового, победы во всероссийских, республиканских олимпиадах, в конкурсах, проектах, наполнять жизнь студентов и их преподавателей. Ведь постоянное обновление – это ключ к успеху. С 15 по 17 мая 2018 года в Петровском колледже города Санкт-Петербург прошла Всероссийская олимпиада обучающихся по специальностям укрепленной группы экономика и управления. Студентка нашего колледжа Газимагомед Гаджиева-Саби победила в номинации за профессиональное применение информационно-коммуникационных технологий. Руководитель студентки Валиева Абидат Осевовна. С 23 по 25 апреля 2018 года в городе Москва в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошла Всероссийская интеллектуальная игра начинающей фермы. Студентки нашего колледжа Нурмагомедова, Патимат и Башира Ваяха заняли первое место с бизнес-проектом «Солнечная ягода» и были награждены дипломом победителя, подписанным министром сельского хозяйства Александром Николаевичем Ткачевым. Также в течение года проходили республиканские олимпиады среди студентов среднего специального образования. Студент Арабиев Арслан занял первое место по математике, подготовила его Казиявова Эльмира Гаджиевна. Студент Шамхалов Хабиб занял первое место по физике, подготовила Киштылиева Зоя Шахалиевна. Студентка Малудинова Ахмед занял первое место по информатике, подготовила его Гаджиев Гаджи Дагирович. Студентка Хайбулаева Заира заняла второе место по истории, подготовила Абдулка Хирова Парханат Багаудиновна. Английский язык студентка Байрамова Айзанат заняла второе место, подготовили ее Шамсудинова Санья Тариповна и Айбракова Мадина Ахмедпашаевна. Это говорит о достаточном профессионализме и высоком уровне наших преподавателей. Механизация сельского хозяйства также входит в топ-50 профессии среднего профессионального образования. Студенты получают навыки и умения ремонта транспорта, вождению и наладки сельскохозяйственной техники, учебные и производственные практики являются обязательной частью образовательной программы. Практика организуется на сельскохозяйственных предприятиях и колхозах. Наши студенты ежегодно проходят стажировку в Германии, работая и получая оплату за свой труд в семьях немецких фермеров. МТП колледжа насчитывает 12 автомобилей, 9 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна. Наши студенты обучаются по самым передовым образовательным технологиям в условиях, максимально приближенно к реальному производству. Многие ученые трудятся над новейшими технологиями в серии автомобилестроения. Какими бы они ни были, их главная задача служить человеку остается неизменной. Именно поэтому специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта сейчас является востребованной и высокооплачиваемой. От работы автомеханика зависит надежная работа транспортного средства. Автомеханик проводит контроль технического состояния автомобиля и при необходимости проводит его своевременный ремонт. За время обучения в колледже студенты могут изучить все тонкости устройства, технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Научиться профессионально управлять легковым и грузовым автомобилем. За время обучения в колледже студентам предоставляется возможность раскрыть свой потенциал, проявить свои творческие способности. Для этого в колледже созданы все условия. У студентов в колледже широкий выбор организации культурного досуга. Это вокальные и хореографические кружки, конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!», «КВН», фестивали. Проводятся различные мероприятия по всем знаменательным событиям. Больших спортивных успехов достигли наши студенты по многим видам спорта, особенно по борьбе, боксу, боевому самбу, как на республиканском и федеральном, так и на международном уровне. В колледже создаются материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа, поступающих к ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. Преподавателями колледжа опубликовано более 100 статей по изменению содержания и построению современных уроков. Если урок современный, значит он новый, действенный урок, на котором педагог работает вместе со своим студентом, сотрудничает, направляет его. Одна из главных задач педагогов колледжа – мотивировать студентов на развитие, задействовав все каналы восприятия. Говоря иначе, окружающая обстановка должна нести не только информацию, но и развивать вкус, поэтому уделяем много времени оформлению кабинетом и аудиторий территории колледжа. Опыт социального воздействия, накопленный педагогическим коллективом колледжа, в полной мере работает для каждого студента, помогая ему выстраивать свою карьеру еще во время учебы. Не выезжая с Хасаюрта, вы, уважаемые выпускники, можете получить современное и востребованное на рынке труда образование. Наш адрес – город Хасаюрт, улица Татурбиева, 61. У Аграрно-экономического колледжа большое прошлое, уверенное, настоящее и достойное будущее. У нас сегодня большой праздник – республиканский конкурс творческих проектов среди студентов СПО «Взгляд в будущее». Все работы отобраны и разделены на четыре секции. После полудня работа продолжилась в секциях, где были определены лучшие работы. В первой секции – естественной науки и современный мир с темой «Чистая вода» – первой стала студентой Каспийского колледжа мощное строение и сервиса имени Арджиникидзе – Ракуят Шихметова. Здравствуйте! Я Шихметова Ракуят, студентка в колледже мощное строение и сервисе имени Арджиникидзе – Горда Каспийска. Я студентка первого курса, представляю вам свою проектную работу «Чистая вода». Нельзя сказать, что вода необходима для жизни. Вода – самое большое богатство в мире. Антуан Кассет-Уртюпери. Тысячу лет человек восхищается, любуется и наслаждается водой. Роль воды в жизни нашей планеты удивительна и, как ни странно, раскрыта еще и до конца. Задача исследования – знакомство с теорией по данной проблеме, проведение экологического мониторинга состояния питьевой воды в выборных районах, анализ качественного состава питьевой воды города, выявление основных запрещителей воды, установление соответствия качества питьевой воды по санитарным нормам, нахождение пути решения данной проблемы. Объект исследования. Питьевая вода. Горда Каспийска. Исследование качества питьевой воды в городе. Основными источниками загрязнения питьевой воды являются Первое – это коммунальные источники. Соберяются как химические, так и микробиологические загрязнения. Представляет серьезную опасность. Содержащиеся в них бактерии и вирусы являются причиной опасных заболеваний. Супного типа и паратифа, бактериальные краснухи, эмбрионы, холеры и так далее. Второе – это промышленные источники, в котором могут содержать практически все существующие химические вещества. Саженые металлы, фенолы, органические растворители и особо токсичные вещества. Источник водоснабжения города Каспийска является финалом комплексного использования имени Октябрьской революции. Сирена водотока – 2,5 метра, а так – 80 километров. Город постоянно ощущает захватку воды. Особенно в летний период. Обеззараживание воды производится хлорной лестностью водозаборя. Вода не всегда соответствует требованиям санкет. Станций подготовки не имеется. Строительство водопроводных сетей создают предпосылки в 2027 году для перехода по списку на систему технического доставления и обеспечения города воды питьевого качества. Во второй секции информатика, компьютерные науки и информационные технологии победила работа студента Кизлярского профессионального педагогического колледжа Хаджат Алигаджиевой на тему разработка 3D-тура по музею. В третьей секции… Я студентка Кизлярского профессионального педагогического колледжа. Хочу представить свою творческую работу на тему разработки виртуального 3D-тура по музею. Виртуальный тур – это онлайн-эскурсия, создание иллюзий присутствия у зрителя. С помощью виртуальных 3D-туров можно посетить города, достопримечательности и даже побродить по средневековым замкам. Создание виртуального тура – один из самых победительных на данный момент способов представления информации, позволяющих совершить виртуальную экскурсию. Актуальность темы проекта определяется внедрением интерактивного виртуального тура, или, как это часто называется, виртуальная экскурсия, как новый метод отображения двухмерного пространства на экране. Разрабатывая интерактивный виртуальный тур, предназначен для экскурсии по музею города Кизляр. Идея создания этого проекта была в том, что многие люди не могут посетить такие музеи. Такие люди, как с ограниченными возможностями, инвалиды, они не могут помещать и находить долго в таких помещениях. На примере данного проекта можно создать много виртуальных туров различного направления и также использовать их в образовательных целях. Данный проект виртуальный тур доступен для использования отдаленно. В виртуальном туре можно посмотреть направо, налево, наверх, даже себе под ноги. Цель исследования — изучить способы создания виртуальных экскурсий и создать собственный тур по музею, с помощью которого появится возможность у людей с такими ограниченными возможностями виртуально посетить такие музеи, находясь дома. Для создания проекта была использована программа «Панорама-фактори». «Панорама-фактори» — программа для создания панорам из цифровых фотографий. Как в аналогичных продуктах, в «Панорама-фактори» есть функции автоматической компенсации бокального расстояния и разности экспозиции. Причем особое внимание уделено коррекции искажений фотографий при съемках, «Панорама-фактори» — это главный вход в музей. Далее идет комната «Честь и слава». «Не можем осмотреться вокруг». «Главное прикосновение к музею». «Не можем предвидеть». «Не можем осмотреться вокруг». «Далее идет комната «Быть на гайцах». Интересующий нас предмет мы можем увеличить и рассмотреть его в ближности, а также отдалить. Виртуальный тур пригодится многим. Данный электронный ресурс понравится всем, кто интересуется музеем. Проект можно применять как интересный досуг. В ходе апробации проекта и в ходе заплат доказано. Изучив материал по теме, мы создали виртуальный тур, доступный для использования отдалека». В третьей секции социально-гуманитарной науки первое место досталось студентке Хасаюртовского аграрно-экономического колледжа Айне Бесултановой. С темой «Сердце говорит вперед». «В сопровождении этого мероприятия для меня явилась памятка по обращению, разработанной директором колледжа Гепсултановым Абдузагировичем под названием «Формула успеха». Изучив ее, я поняла, что мне необходимо перерассмотреть саму себя. А так ли я живу, как предписывают законы в памятке. Да, я временами задумывалась о том и о своем будущем, и твердо знала, как он ждет меня в будущее. Надо отметить, что в аграрно-экономическом колледже я появилась совсем-таки необычным путем в середине учебного года. Со школьной скамьей я мечтала стать экономистом первого ранга. И пять лет я готовилась, чтобы поступить в Московский государственный университет. Но по воле моих родителей я поступила в педагогический колледж. Но решительности во мне достаточно, и я решила направиться в аграрно-экономическую колледж, чтобы реализовать свою мечту стать экономистом. Великодушие, эмпатия и высокий профессионализм директора колледжа Абдузагировича и заместителя директора Курбанова, Абдузагировича, смогли мне с легкостью адаптироваться в середине учебного года. Внук подтверждает, что, чтобы стать успешным, я должна научиться правильно общаться с людьми, правильно излагать свои мысли. Но этот вопрос, оно имеет большое значение не только для домохозяев, архитекторов, инженеров, не только в бизнесе. Исследования показали, что даже в таких технических областях деятельности, например, как машиностроение, 85% успеха зависит от того, как мы будем общаться с людьми. Каждый индивидуальный, правильный подход к работникам. И только 15% зависит от знаний в области техники. Правила, которые я вам сейчас излагаю, они не являются теорией или измышлениями. Как бы невероятно это ни звучало, в результате применения этих правил на практике жизнь многих людей изменилась в буквальном смысле коренным образом. Например, один предприниматель, имевший подчинение 314 сотрудников, на протяжении многих лет оказывал сильное давление на своих сотрудников, критиковал и осуждал. Однако он не знал, что такое доброта и поощрение. После изучения принципов техники эффективного общения предприниматель резко изменил свой стиль жизни. Сейчас сотрудники его компании работают как одна команда. «Добросовесть» и «Своодушевление». 314 недоброжелателей были превращены в 314 друзей. Выступая на занятиях, он с мордостью рассказывал, «Раньше, когда я шел по своему предприятию, никто со мной не здоровался. Мои сотрудники, завидев меня в буквальном смысле, отводили глаза в сторону. Но сейчас они все мои друзья. И даже сторож называет меня по имени. Этот предприниматель стал получать больше прибыли. У него появилось больше свободного времени. И что несравненно важно, он более счастлив в делах личной жизни. Очень многим коммерсантам, используя эти принципы, как бы удалось увеличить объем продаж. Многие открыли новые счета, которые безуспешно пытались открыть раньше. Управляющие получили дополнительные полномочия. Их была увеличена заработная оплата. Один день мне задали вопрос. Умение общаться – это приобретенное или враждебное? Я сразу ответила, что это у меня враждебное. Я все свои действия делю на правильное и на неправильное. В моем случае мой ответ был немного неправильным. Так как умение правильно общаться – это враждебная способность. Правильное общение – это навык, которым можно научиться с помощью практики, которая может изменить всю свою жизнь. Победителями не рождаются. Ими становятся путем длительной и методичной работы над чертами характера, которые делают человека успешным. Для меня яркий жизненный пример успешного человека, лидера во всех отношениях, лидера образования, обладающего искусством общения, чувством эмпатии и высокого профессионализма, лидер по жизни Икс Султанов Абдрагим Абдузагирович. Это тот человек, который на сегодняшний день наставляет, сопровождает и дает возможность стать успешным и верить в себя. А в четвертой секции экономические и технические науки с работой я вижу и готовлюсь к своему будущему. Тимурлан Дунакаев, студент Хасайютовского аграрно-экономического колледжа, руководитель Хазари Курбанов, занял первое место. Во время работы над проектом я пришел к поводу, что самый лучший способ подготовиться к своему будущему – это создавать его самому. Осознание этого факта, что будущее создаем мы сами, приходит нам еще в наши прошлые учебы в школе. В колледже мы не замечаем мелких и постепенных изменений в последнее нашего будущего. И чем основательнее мы об этом думаем, тем больше понимаем, что вся ответственность лежит на нас самих. Мы уже говорим о том, что качество наших вопросов определяет качество нашей жизни. Наш мозг постоянно находится в диалоге с нами. Он задается вопросами, на которые мы сами впоследствии и отвечаем. К примеру, возьму вопрос «Справлюсь ли я с этим?». Вопрос, по моему мнению, сформулирован неправильно, так как он не исключает возможность неудачи. А если задать его по-другому, к примеру, как я с этим справлюсь? Этот вопрос более правильный, так как он исключает возможность неудачи. Как заставляет искать решение? А почему это извинение за бездействие? Масштаб личности определяется масштабом поставленных целей. Так вот и у меня с раннего детства четкие понятия цели, которым я стремлюсь. Я люблю изучать людей, в особенности судьбу предпринимателей, как действует и думает успешный предприниматель. Ведь главным результатом деятельности предпринимателя является прибыль. Заработай денег, купи себе жилье, сделай так, чтобы ты и твоя семья жили в достатке. Мужчина обязан быть успешным. Этого от него ждет его семья. Если ты мужчина, в первую очередь ты должен научиться зарабатывать. Мужчина не то чтобы не способный, а, скажем так, считающий нормой сидеть на шее у зарабатывающей жены – это трагедия для семьи. Такие мужчины начинают терять статус авторитета, статус главы хозяйства. Они не готовы отвечать за свои поступки, за себя, за свое будущее. А далее превращаются в балласт, от которого хочется избавиться. Каждый должен развиваться на своем поприще, постоянно ставя перед собой новые цели, достигая новых результатов. Каждый может быть успешным, если он нашел правильное решение. Есть три пути к богатству, которые я прочел в книге Дмитрия Фортнегера, которую я очень внимательно, практически изучил. Первый путь – это путь лидера. Это когда за тобой команда, коллектив, когда ты вдохновляешь их на новые результаты, заряжаешь своими идеями. Таковым составом наших преподавателей является наш директор колледжа. Второй путь – это путь мастера. Это когда ты умеешь делать что-то невероятно хорошо, и за это тебя любят, ценят и уважают. Я бы хотел привести пример такого мастера, как заведующая нашим отделением Валиева Абриата Сеуна. Студентка, подготовленная ею на четвертый национальный чемпионат Абилимпикс. Заняла второе место по специальности экономика и практический учет. На мой взгляд, очень серьезное достижение. Третий путь – это путь помощника. У нас в колледже есть такой преподаватель, как Гаджиев Гаджи Дагирович. Флип, подготовленный им, точнее мини-фильм, подготовленный им для нас, он очень хорош. Он хорош тем, что он удобен, понятен. И самое главное, конкретно сосредотачивает наш взгляд на будущее. Милосердия любит тишину, когда добрые дела совершаются не на показ, не на камеру, а идут с глубины чистого и бескорыстного сердца. Когда помогая другим, ты, соответственно, помогаешь себе. Я это все стараюсь анализировать и делать проницательный взгляд в свое будущее. К примеру, когда учишься по какой-то специальности, ты не сразу переходишь к сложным работам. Ты начинаешь с каких-то легких, примитивных работ. И не сразу достигаешь мастерства. Но далее, постоянно воспитывая, обучая себя, мы можем прийти к мастерству. Также и в духовной сфере человека. Человек должен совершенствовать себя, чтобы стать духовным человеком. Серьезным наставлением этому всему является памятка нашего колледжа, которая разработана недавно, которая называется «Форма успеха». Жюри может посмотреть ее на последних страницах моей работы. Так вот, в заключении своего проекта я бы хотел озвучить свои выводы. И сделать предложение. Несмотря на сложность и неожиданность направления проекта, для многих студентов, я считаю, что он уже дал и даст в дальнейшем, поможет студентам научиться личным и профессиональным качествам. В рамках решения данной проблемы я предлагаю организовать мероприятие, чтобы конкретно сосредоточить на взгляд. Также преподаватели должны чаще говорить, как зарабатывать деньги. Каждый предмет и каждая тема должна быть понятна, и какую лепту они вносят в достижение этой цели в будущем. А то на уроках, на парах я, точнее, никогда не слышал еще темы. Спасибо. По решению жюри, лучшей признана работа Дунакаева-Тимирлана Муслимевича, студента Хасаютовского оградно-экономического колледжа. Хочу вас всех поблагодарить за участие, что мы приехали. Мы ставили целью, чтобы начать в республике вот это движение. В первом квартале мы хотим провести аналогичный фокус. «Деньги и ты! Деньги и ты! Чтобы студент мог распоряжаться, правильно планировать, правильно участвовать в семейном бюджете, показывать, наши студенты ездят на стажировку в Германию. А сейчас, в этом году, мы очередную партию готовим 9 человек». Вот студент, который приехал оттуда, рассказывает, что 90-летний отец фермера, они живут у фермера, проходил, садился на трактор и говорил студенту, «Дай, сынок, я немного поработаю». «Я не могу не работать!» 90-летний человек. Второй пример приводили, что там дети, начиная с 10-летнего возраста, с 11-летнего возраста, не говорят папе и маме, купи мне джинсы, купи мне там, этот, куртку, купи мне то-то, то-то. С этого возраста они чем-то занимаются. Большинство детей в Германии занимает одно из первых мест в мире по производству пуха кроликов. Вот пух кроликов в основном производят дети. Они содержат пухового кролика, прочесывают их, упаковывают, пакеты сдают. У каждого ребенка есть свой лицевой счет, как у нас банковская карточка. Понимаете? И он уже свои расходы учится планировать. Понимаете? Что первичное, что вторичное. Понимаете? Вот это очень важно. Поэтому я вас хочу и поблагодарить за участие, и пригласить, мы вам пошлем и положение, приглашение на этот конкурс. Значит, еще раз хочу сказать, что это будет тоже чисто социальный конкурс. Нам нужно развить мышление у студентов. Нам нужно их подготовить к будущей жизни. Я вам без всякого привлечения скажу. Вот тут присутствуют заместители, преподаватели, заведующие отделениями. Значит, у многих студентов вот этот конкурс заставил задуматься о новых студентах. А если бы были у нас тоже серьезные организационные недостатки, они были связаны не с студентами, к сожалению, а преподавателями. Если правильно они преподнесли бы идею этого конкурса, она вознела бы еще большие действия. Но сейчас мы хотим со второго полугодия, я вам говорил, вступительное условие, конкурс не столько даже для студентов, сколько для преподавателей. Они должны видеть в себе тоже преподавателя будущего. Они должны видеть, что они готовят. Если они не видят в себе в будущем, они не могут готовить этих студентов. На этом я хочу всем пожелать вам на этом пути вашей трудной федератологической деятельности, долгого, здоровья, всего благополучия. Особенно хочу поблагодарить представителей ГИРО, что вы сегодня приехали к нам. Дорогие дорогие музыканты, дорогие участники конкурса, уважаемые педагоги, студенты, гости. Вы знаете, сегодня я очередной раз в Ранно-экономическом поле. Это учебное занятие, которое прославляет республику, является одним из лучших образовательных учреждений среднего профессионального образования республики Дагестан. Я подчеркну, лучшее среди лучших. Вы знаете, мне было приятно очень, находясь даже в отпуске, я находился в это время в Кисловодске, мне дали информацию, что участники всероссийского конкурса Обилимпикс, и студентка вашего колледжа заняла второе место на всероссийском уровне. Это очень дорогому стоит. Спасибо всем, кто готовил этого участника, всему коллективу колледжа от имени Министерства образования и от имени Совета директоров. Я как коллегии Министерства образования от имени Министерства тоже поздравляю. Вы знаете, находясь сегодня здесь в вашем коллективе, я еще раз очередной раз убедился, что вы развиваетесь, развиваетесь очень хорошо и в нужном направлении. Вы знаете, как бы там жюри сейчас не определяло места среди этих четверых, так я скажу, мне понравился вот этот последний парень, который выступал, в каком плане? Он раскрыл всю формулу успеха. Формула успеха, она известна, состоит из трех множителей. Это готовность, умение и желание. Три множителя. Если хоть один из этих множителей равен нулю, значит, произведение чему равно? Нулю. Он преподнес нам, как он подготовлен, готовится к тому, чтобы стать успешным. Он дал нам, раскрыл свои умения, которые он на сегодняшний день приобрел, эти умения, и которые стараются дальше их приобретать. И он высказал свое желание. Я, например, учащий в школе не мечтал, как сказать, не ставил целью стать директором, но стал. Но он уже озвучил свою цель. Он озвучил, сказал, что я хочу стать директором. Это моя мечта. Это тоже профессия, это тоже работа. Это на самом деле самое великое, нужно директору, самое великое умение общаться с людьми. Без этого, на этом уровне делать нечего. Поэтому я хотел бы сказать всем участникам, пусть они на меня не обижаются, но мне понравился этот парень. Я хочу теперь, знаете, что еще сказать вам? Я с этой трибуны, вы цвет моих волос видите, да? Цвет волос видите? Я хочу сказать, уважаемые коллеги, коллектив этого образовательного учреждения, аграрно-экономического поля. Вы знаете, не всем это дано, иметь хорошего руководителя. Не всем дано. Поверьте мне, я понимаю, вы в кости перебываете каждый раз, руководители, и каждая организация этим занимается. Но вместе с тем, я хочу сказать, ой, цените, берегите, дорогие Марту Загирченко. Если вам кажется, что это, ну, какие-то слова, ну, я в том возрасте, что уже не отношусь к той категории, которую хочу где-то дать. Я истинный. Когда спросили, кто такой наставник, я говорю, это он наставник. Амира Хамсу, и когда спросили, кто такой наставник, он говорит, наставник тот, кто увидит путь, он подвешал на троне верности, и если вдруг ему предъявить оба мира для того, чтобы удивить, не отведет взгляд, он в истинных веках. Для этого человека дороже истины ничего нет. Поэтому я желаю успехов в дальнейших вам, всему коллективу, в дальнейшем процветания. Я буду здесь и с вами радоваться, поверьте мне. Спасибо. Все победители получили дипломы соответствующих степеней, а также ценные подарки. Всем участникам были вручены благодарственные письма. ПОКОЛЕНИЕ 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 Мы Россия! Мы не стыдные революции, Да мы знаем, что это сложно. Мы изберем нашу жизнь к лучшему. Мы Россия, мы это сможем. Не забыли мы подвиг прадеда. Зря нас считают другими. Мы родились в нашей истории. Россия всегда молодыми. Молодежь, мы веселая масса. Молодежь, это творчество, сила. Молодежь, мы редакторы жизни. Молодежь, звучит красиво. Молодежь, мы другие охотники. Молодежь, не будь пассивной. Молодежь, это мы с тобой. Молодежь, это Россия. Мы поколение, мы поколение, мы поколение. Мы Россия. Мы поколение, мы поколение. Молодежь, это мы охотники. Мы родились в нашей истории. Мы родились в нашей истории. Мы родились в нашей истории. И по ночам мне снится вся красота, что в Дагестане. Я буду родиной гордиться, ее любить не перестану. И даже за границей у дагестанского народа В сердцах любовь искрится, в своей земле, в своей земле.